Сегодня я стал свидетелем разговора студентов. Они только что вернулись откуда-то из-за границы и говорили о том, что по их наблюдениям в России люди мало улыбаются и совсем не радуются за ближнего. Из всего этого следовал вывод, что именно поэтому, когда они закончат обучение, они уедут куда-нибудь за границу. Я посмотрел на лица этих ребят, которые разговаривали, и удивился тому, что они были хмурыми и не улыбчивыми. Интересно, люди говорят об улыбке, а сами находятся абсолютно в противоположном состоянии. И мне пришла такая мысль, может быть стоит ввести в институтах такой предмет, как искусство улыбаться. А может быть лучше вообще создать какое-нибудь министерство и начать развивать науку о том, как правильно улыбаться, какие бывают улыбки, определение, что такое улыбки, что происходит в человеческом организме во время того, когда человек улыбается на уровне биохимических процессов. Но, и я это не шучу, я это говорю вполне серьезно, но пока появятся такие предметы в школе, в институте, потому что, тем более, пока появится такое министерство, мы можем, по идее, начать каждый с самого себя. Улыбка, говорят, продлевает жизнь. И это стимул для того, чтобы улыбаться. Улыбка делает нас здоровым. Еще один стимул. Улыбка делает нас радостным и счастливым. И это еще один стимул. Ученые в Америке провели эксперимент по поводу, как влияет улыбка на продолжительность жизни. Они показывали фотографии людей из прошлого века. И нужно было разложить фотографии на три группы. Значит, первая – это те, кто не улыбается, вторая – кто улыбается искусственно, и третья – кто улыбается искренне. Вот те, кто не улыбались, в среднем жили где-то 73 года. Те, кто искусственно улыбались, где-то 75. Ну и лидерами были те, кто улыбались искренне. Это был срок жизни где-то 80 лет. К чему я об этом исследовании? О том, что улыбка улыбки тоже бывает разной. Но, опять же, всему свое время. И, может быть, для начала, когда ты учишься улыбаться, можно начинать просто с улыбки. Потому что, когда мы начинаем улыбаться, начинают задействовать какие-то определенные группы мышц, пусть их немного, при такой неестественной улыбке, но они уже начинают запускать биохимические процессы в организме. И вы начинаете вовне миру сигнализировать о том, что вы рады его видеть. И внутри организм тоже начинает вам говорить. Да, 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 да. Я тебя люблю. Я тебе тоже улыбаюсь в ответ. Ну, что? Мы можем начать это делать, собственно говоря, прямо с 10 часов. Ну, или хотя бы с завтрашнего утра. Проснитесь и улыбнитесь, не открывая глаз самому себе. Улыбнитесь миру, который вас окружает. Потом улыбнитесь тому, кто находится в этот момент рядом с вами, там, где вы живете. Выйдите из дома, улыбнитесь соседям, в магазине, продавцу, в автобусе, кондуктору, водителям на пешеходном переходе, когда вы переходите дорогу. Столько возможностей для того, чтобы начать дарить миру свою улыбку и делиться с ним состоянием радости. И даже если сначала это будет сложно, то постепенно улыбка станет естественным состоянием. И ваше внутреннее состояние также будет на него отзываться в ответ естественным состоянием счастья.